В процессе семейной жизни у супругов возникает множество вопросов, которые не только приводят к конфликтам, но и могут закончиться разводом. Прийти к мирному урегулированию имущественных или иных претензий в этом случае сторона может помочь заключенный брачный договор. Современное гражданское право предусматривает, что брачный договор – это соглашение, которое заключается в целях повышения культуры брачных и семейных отношений, отношения между супругами, а также определение прав и обязанностей супругов как в период брака, так и после его расторжения. Соглашение такое, то есть брачный договор, обязательно должно быть оформлено в письменном виде и обязательно нотариально удостоверено. Удостоверить брачный договор может любой нотариус. Заключить брачный договор могут как лица, намеревающиеся вступить в брак, так и уже непосредственно супруги, будучи в браке. Если брачный договор заключают лица, вступающие в брак, намеревающие это сделать, то для них брачный договор будет вступать в силу с момента заключения брака. Если же брачный договор заключают супруги, то для них брачный договор уже вступает в силу с момента нотариального удостоверения брачного договора. Если же в брачном договоре будут затрагиваться условия, которые являются основанием для возникновения, прекращения перехода прав на недвижимое имущество, тогда брачный договор обязательно подлежит государственной регистрации в организации по госрегистрации недвижимого имущества. Брачный договор – дело индивидуальное. В нем могут быть прописаны практически любые аспекты взаимоотношений. Соответственно, и сам текст брачного договора будет отличаться от случая к случаю. Что же можно предусмотреть, закрепить в брачном договоре? Законодатель нам предоставляет обширные права определения тех условий в брачном договоре, которые хотят люди, пары. В данном случае одно из их условий они могут закрепить это – права и обязанности супругов по взаимному содержанию, в том числе после расторжения брака. Что это может быть? Например, в брачном договоре супруги могут определить, что в случае расторжения брака один из супругов обязан будет ежемесячно выплачивать другому супругу какую-то энную денежную сумму, дабы было содержание второго супруга. Дальше супруги могут определить и порядок раздела имущества, являющегося общей совместной собственностью супругов. Что это? По общему правилу общее имущество является совместным, то есть подразумевается одна и вторая доля супругов они равны, но в брачном договоре от этого раненства супруги вправе отойти. Например, одному одна треть, второму две трети. Существуют типовые ситуации, которые обычно связаны с недвижимостью или иными дорогостоящими приобретениями. Например, если семья покупает жилье и хочет на случай развода установить долевое владение. В таком случае текст брачного договора вполне может составить нотариус, который впоследствии заверит документ. Кроме того, в брачном договоре также лица могут предусмотреть и совместно нажитое имущество, которое будет передано каждому из супругов после расторжения брака. То есть период брака, имущество, которое они нажили, это их общее совместное, они вместе распоряжаются им. Как только брак расторгнули, они могут определить, что одному достается квартира, второму дом, допустим. Что сейчас очень актуально и для брачного договора чаще всего встречается, это когда супруги определяют сразу либо доли в имуществе, которое совместно нажили, или же четко сразу говорят о том, что то или иное имущество переходит в собственность одного или второго. В брачном договоре также можно предусмотреть и вопросы опеки над общими детьми. Что еще можно предусмотреть в брачном договоре? Это взаимоотношения между супругами, порядок внесения каждого из них семейных расходов, а также взаимоотношения между родителями и детьми. Вот здесь также встречается нередко вопрос. Это вопрос о том, с кем будут проживать детки несовершеннолетние после расторжения брака, вопросы выплаты элементов. Важно еще знать о том, что брачный договор можно заключить как в отношении того имущества, которое супруги уже приобрели, так и в отношении того имущества, которое они приобретут в будущем. Это очень важно. Но главное, чтобы брачный договор не нарушал права и законные интересы других лиц, не содержал условия, которые ставят одного из супругов в крайне неблагоприятное положение, а также не противоречил законодательству Республики Беларусь. Брачный договор заключается у нотариуса. Помимо самого текста документа, вам потребуются паспорта обоих супругов, свидетельства о браке, если брак уже заключен, выписка из регистрационной книги, если брачный договор касается конкретного объекта недвижимости. Василина Буцкевич, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович, Новости Бреста.